Доброе утро, дорогие братья и сестры! Доброе утро, сегодня я с вами хотел бы поговорить об одном очень удивительном явлении в жизни верующих людей, вообще, наверное, в жизни всего человеческого рода. Это явление мы называем промыслом Божиим. Мы с вами, христиане, знаем и верим, что Господь о нас заботится, что Господь каждому из нас посылает необходимых людей в какие-то трудные моменты жизни. Господь о каждом из нас заботится. И вообще мы иногда говорим о том, что безвыходных ситуаций не бывает. И на самом деле это так. Допустим, я бы хотел привести вам небольшой пример о заботе Бога о каждом из живущих людей. Этот пример приводит в своей книге преподобный Паисий Святогорец. Вернее, он сам книг не писал. Это его устные повествования, которые были записаны впоследствии его учениками, теми людьми, которые были рядышком с этим угодником Божиим. Отец Паисий в одной из своих бесед, своим духовным чадом, однажды рассказал такую удивительную вещь. Ко мне пришел, как говорил отец Паисий, человек, многодетный семьянин, глава семейства. И он жаловался на то, что в его жизни вроде как-то не очень-то все складывается. Он постоянно меняет место жительства. Денег у этой семьи было немного. Из-за того, что семья была многодетная, их постоянно выгоняли с очередной съемной квартиры. То есть не получалось у него долго задержаться на съемной квартире. Как отец Паисий говорил, что сегодня очень многие люди, особенно европейцы, предпочитают в дом лучше пустить человека, у которого много кошек или каких-то других домашних животных, чем нежели пустить в дом человека, у которого много детей. Они почему-то считают, что дети приносят какой-то урон их жилищу. И поэтому этот человек постоянно страдал от этой беды. Он пришел к отцу Паисию и просил отец Паисий, помолитесь за меня, чтобы мне хотя бы год продержаться в каком-то доме, чтобы мне хотя бы на год суметь остановиться в какой-то квартире. Он говорит, что куда я не приезжаю, дольше, чем несколько месяцев, мне выжить не удается. Меня постоянно переселяют с места на место. Ну, а денег у меня нет, чтобы купить собственный дом. Но отец Паисий сказал, что ты не бойся, Господь заботится тебе, Господь заботится особенно о многодетных семьях, и все у тебя будет хорошо. И вот человек приезжает через какое-то время и очень радостно рассказывает старцу. Говорит, отец Паисий, возвращаюсь я домой, стою я на остановке, а вижу, что подходит ко мне продавец лотерейных билетов и предлагает мне купить лотерейный билет. Я, конечно, будучи человеком верующим, ему отказал, потому что я не имею привычки играть в какие-то азартные игры. Ну, а я считал, что, наверное, игра в лотерею – это тоже своего рода какая-то игра. Поэтому я отказал. Ну, потом я задумался, а почему этот человек ко мне подошел? Почему он торгует лотерейными билетами? Наверное, в жизни у него не так все хорошо. Наверное, и доходы у него небольшие, раз он вынужден ходить по людям и предлагать эти билеты. Поэтому я, подумав, решил приступить к свой типикон и решил купить у него билет. Я подошел, дал ему деньги и сказал, возьми эти деньги, сколько стоит билет. Но билет я сам брать не буду, потому что я не играю. Но он настоял, чтобы я взял билет. Я взял этот билет и, самое интересное, когда я приехал домой, впоследствии узнал, что этот билет оказался выигрышным. И там была огромная сумма денег. Я, конечно, позаботился о том, чтобы часть этих денег отнести этому продавцу лотерейных билетов. Но я понимал, что он человек очень хороший, человек совестливый, и денег этих не возьмет. Поэтому я узнал, где находится его дом, и я тихонечко положил эту сумму, вот ему занес домой эти деньги, то есть минуя самого человека. Ну, на оставшуюся сумму я сумел купить себе дом и обеспечить еще свое существование на многие годы. И вот как отец Паисий говорит, что вот посмотрите, как Господь позаботился об этом человеке. Это, наверное, дает нам повод не унывать никогда и помнить о том, что Господь заботится о каждом из нас. В жизни, как говорят святые отцы, случайностей не бывает. В жизни любое событие имеет какое-то значение. Будь то случилась с нами болезнь, пусть то случилась с нами какая-то неурядица, или что-то, может быть, очень удивительное, хорошее произошло. Все это происходит не просто так. Касательно вообще отношения к каким-то неурядицам и к болезням, святые отцы нас учили ставить правильно вопрос. Иногда люди спрашивают, Господи, а за что мне это? А святые отцы говорили, что не надо так спрашивать Господа. Вопрос нужно ставить по-другому. Господи, не за что мне это, а для чего мне это? И, наверное, каждый из нас, если проанализирует свою жизнь, может увидеть, что какое-то, казалось бы, незначительное событие, оно повлияло впоследствии на ход всей нашей жизни. Порой, если бы не было этого события, то, наверное, жизнь бы пошла как-то по-иному. Но я хотелось бы напомнить, что жизнь наша с вами сегодня еще не оканчивается. Господь каждому из нас отмерил какой-то срок, может быть, кому-то больше, кому-то меньше. И те события, с которыми вы сегодня столкнулись, они вас приведут к какой-то победе, к очередной. Потому что Господь ведет всех нас ко благу и ко всему доброму и замечательному. Ну и, конечно, вся наша жизнь — это школа, в которой мы учимся только по-настоящему жить. А настоящая наша жизнь, еще нам ее предстоит только с вами начать. Но это уже будет в совсем другое время, после того, как мы приставимся к нашему Господу. Все в нашей жизни направлено к вечности. Через призму этой жизни мы обращаемся к жизни вечной. Храни всех вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok